Великое служение. Крымская епархия празднует 100-летнюю годовщину рукоположения в Сан-архиепископа-святителя Луки. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Анастасия Тауснева, она расскажет подробности. Настя, здравствуй. Как отмечают годовщину этого события? Программа мероприятия достаточно обширная. Так в храме Медицинской Академии прошел молебен. Его провел Преосвященный Калиник. После этого к мемориальной доске святителю Луки возложили торжественные цветы. Я напомню, что в меру святитель Лука носил имя Валентин Война-Ясенецкий. Был хирургом, врачом, доктором медицинских наук, профессором и внес огромный вклад в гнойную хирургию и анестезиологию. Кроме этого, был еще и религиозным деятелем, епископом Русской Православной Церкви. О значении столетия этого события в наши дни нам рассказал епископ Бахчисарайский Калиник. Предлагаю послушать его комментарии. 23-й год, когда Церковь претеплевает свои самые страшные годы гонения, изгнания, уничтожения епископата и священства, Селилука принимает для себя решение принять священный сан. Тем самым, показуя, что общество физически существовать не может без духовного. Поэтому сегодня мы черепаем и видим, и понимаем, и осознаем, что Селилука – это сын нашего Отечества. После этого прошла конференция к столетию хиротонии святого Луки. И гости мероприятия смогли ознакомиться с тематической литературой на выставке и узнать больше о его жизни и деятельности. Также докладчики представили свои работы, посвященные научной, медицинской и религиозной деятельности этого великого человека. Настя, спасибо за информацию. Напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Анастасия Тауснева.